В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 61-е заседание. Оно началось с обращения председателя областного парламента Валерия Малышева к депутатам. Спикер проинформировал народных избранников об обращении президента Российской Федерации. Депутаты встретили речь Малышева аплодисментами. Первое. Он сказал, что Россия поддержит своих братьев на Донбассе. Это первое. Второе. Он объявил частичную мобилизацию. И третье. Он попросил, чтобы его поддержало население Российской Федерации. Я думаю, от имени всех депутатов я выражу общее мнение, что мы тоже окажем поддержку решений президента. Депутаты рассмотрели более 30 вопросов. В этот же день на заседании Комитета Законодательного собрания по бюджету и экономической политике парламентарии обсудили и одобрили два законопроекта. Представление льгот по налогу на имущество. Это операторам связи, которые обязуются инвестировать и устанавливать новые вышки сотовой связи. Только при наличии инвестиций эта льгота будет представляться. Не налог на имущество, а налог на прибыль. О внесении изменений в закон о налоге на имущество организации доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области Александр Черепан. Законопроект предусматривает внесение изменений в закон Ульяновской области номер 99 от 2 сентября 2015 года о налоге на имущество в части освобождения организаций, которые являются собственниками сетей газораспределения, расположенных на территории региона от налога на имущество. Изменения в законопроект были приняты единогласно в двух чтениях. Народные избранники также единогласно проголосовали за внесение изменений в закон о развитии инвестиционной деятельности. По сути меняются несколько пунктов. Первое. Мы предлагаем по предложению корпорации развития Ульяновской области в целях сохранения статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, это название АЗИП, предусмотреть продление срока завершения реализации особо значимых инвестиционных проектов до 31 декабря 2025 года. На заседании парламентарии также приняли изменения в законы о порядке выдачи направлений для детей-сирот в специальной организации, а также о квоте для приема на работу инвалидов на территории Ульяновской области. В завершение депутаты обсудили примерный план работы законодательного собрания на 4 квартал 2022 года. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.